В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Сначала полномасштабного вторжения РФ выпустило по Украине около 10 тысяч ракет и более 30 тысяч авиабомб, сообщил президент Украины. Также, по его словам, накануне было первое успешное боевое применение украинской дальнобойной ракеты-дрона «Полянете». Ее разработали собственными силами, чтобы уничтожать наступательный потенциал противника, отметил Владимир Зеленский. За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч управляемых авиабомб. «Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российским самолетам на военных аэродромах. Ракет-дронов будет все больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день». Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Харькову и Чугуеву. Пострадали 11 человек, среди которых 4-летний ребенок. Об этом заявили в областной прокуратуре. Два попадания зафиксированы в Харькове, а в Чугуеве ракета ударила по частному сектору. «Харьков снова под обстрелами. Было два попадания. Первое было в Слободском районе. Повреждены более 10 частных домов. Два из них полностью разрушены. Второе попадание было в газопровод. Пожар локализовали. На месте работают коммунальные службы, спасатели и медики». В городе Чугуев попадание в хозяйственную постройку. От взрыва в соседнем доме возник пожар. Там пятеро травмированных, среди них два ребенка. Предварительно для обстрела противник применил ракеты Х-59, Х-69. Четверо погибших, 13 раненых вследствие обстрела россиянами приграничных территорий Сумской области. По данным ОВА за минувшие сутки всего было 50 атак с применением минометов, РСЗО и артиллерии. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. По Сумам захватчики нанесли авиаудар. Повреждены частные жилые дома. Спасателям удалось эвакуировать трех жителей. Российские оккупанты за последние сутки нанесли по позициям украинских военных и населенным пунктам Украины пять ударов. Использовали 15 ракет, а также 95 авиаударов, сбросили 127 управляемых авиабомб. Также совершили более 4800 обстрелов из разных видов вооружения. Из них 143 из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. Всего на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где армия РФ совершила 58 атак, а также на Краматорском и Кураховском направлениях 19 и 18 штурмов соответственно. 1190 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 607 тысяч. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 5 российских танков, 11 боевых бронированных машин и 47 артиллерийских систем. Все актуальные цифры о потерях российской оккупационной армии, начиная с 24 февраля 2022 года, вы сейчас видите на экране. Гендиректора Телеграм Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Лебурже. Туда он прибыл на частном самолете из Азербайджана, сообщают местные СМИ. Задержали его сотрудники жандармерии и транспортной безопасности. Бизнесмен находится в списке разыскиваемых лиц и под следствием французской полиции по делу о вопросах несовершеннолетних. Детали задержания и обстоятельства, которые привели к его розыску, пока уточняются. Тем временем посольство РФ потребовало у властей Франции предоставить к нему консульский доступ. Также отмечу, что у Павла Дурова есть французское гражданство и, соответственно, он не подлежит экстрадиции. Взрыв в жилой многоэтажке в польской Познании. Пожар произошел в доме неподалеку от центра города. Сначала стало известно о возгорании в подвале. Спасатели прибыли на место происшествия и начали осмотр территории. В этот момент раздался взрыв, после которого огнем было охвачено уже все здание. Вследствие взрыва 14 раненых, из них 11 пожарных. Двое спасателей пропали без вести. Эвакуированы 120 человек. Более десятка пожарных бригад боролись с пожаром. На месте происшествия также прибыла полиция и военная охрана. Вследствие представителей строительной инспекции сообщили, что здание необходимо укрепить, так как в нем обвалились все перекрытия. И лишь после этого будет возможно зайти внутрь и продолжить спасательную операцию. Контроль товаров из России и Беларуси на приграничных пунктах усилила продовольственно-ветеринарная служба Латвии. Проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также в случае генетически модифицированных организмов для окружающей среды. Усиленные мероприятия продлятся до конца февраля 2025 года. Операция ВСУ в Курской области показала, что Путину важнее удерживать чужие территории, чем защищать собственные, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кремль не организовал эвакуацию россиян. Многие выезжали сами или остались в своих населенных пунктах. Теперь российская армия обстреливает их. Заботу о людях взяли на себя украинские военные. Съемочная группа телеканала «Фридом» побывала в Судже. Город под полным контролем ВСУ. Как живут местные жители? Смотрите в нашем материале. В сопровождении украинских военнослужащих съемочная группа телеканала «Фридом» вместе с иностранными журналистами въезжает в Курскую область. Первая остановка – Суджа. Местных жителей в центре города не видно. Почта, налоговая служба, магазины и другие учреждения не функционируют. Здесь остались следы боев. В первые дни после прорыва украинской армии границы с Россией. Сейчас боевых действий здесь уже нет. Украинские военные полностью контролируют Суджу. Однако иногда сюда залетают российские дроны. По словам украинских бойцов, именно удары российских беспилотников разрушили статую Ленина. Военнослужащие шутят. Россияне сами начали процесс декоммунизации. Российские войска в очередной раз подтверждают свой статус государства-агрессора, террориста. Им ничего не мешает стрелять по своим же городам. Они это продолжают делать. И получается, что теперь терроризируют местное население на своей территории. Мы с местным населением работаем, создаем военные комендатуры. Назначены старосты среди местных. Продолжается процесс проведения технической воды, плюс обеспечиваемой бутилированной водой и едой. Недалеко от центра города встречаем местных жителей. Большинство пожилые люди. Чтобы не попасть под российский обстрел, на улицах не задерживаются. До сих пор на дорогах можно найти неразорвавшиеся российские мины. Жители рассказывают, что украинские военные относятся к ним хорошо. Если нужно, помогают. Лыжачих у нас была девушка. Ваши ребятушки нашли. Я не знала, что она лежит. Я за бабками теми хожу, а я не знала, что рая там. Но они ее эвакуировали. У нее сахарный диабет, нога еще поломана, она такая полная. Но это при мне было. Они ее забрали, сказали, к вам увезли в госпиталь. Потому что она очень тяжелая. И еще парализована. Сказали, заберем тоже учительницу. Горожане часто собираются возле здания интерната. Там есть укрытие, в котором жители прячутся от российских обстрелов. Сюда же украинские защитники привозят воду, еду и медикаменты. Люди за такое отношение благодарят. Говорят, война здесь никому никогда не была нужна. В то, что рассказывают по телевизору про Украину, не верят. Журналисты и военные возвращаются в бронетранспортер. Едем в другой населенный пункт. Там мы встретили местного фельдшера, который развозит медикаменты пожилым людям. Привозили лекарства, передавали. Вот сейчас развожу по улицам. На каждого человека уже комплектованные. Вот, и на каждого человека развожу. Хлеб привозили, воду привозили. Тоже жена развозит хлеб, воду. Кто привозил? А? Кто привозил? Военные привозили, а кто? Я не знаю. Как военная комбинатура, по-моему, развозит. Они не представляют. Они привезли, сказали, вот вам хлеб, вот нужно раздать людям. Потом воду привезли, потом лекарства привезли. Фельдшер рассказывает, что сейчас обстрелов стало меньше. Люди возвращаются в свои дома и квартиры. Даже приглашают посмотреть, как они живут. Нам мыр нужен. Усим. И украинцам, и россиянам. У всему-всему мыр нужен мир. А не войне. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Российские оккупанты в ночь на воскресенье ударили по отелю в Краматорске. Предварительно использовали ракету «Искандер-М». Об этом заявили в офисе генерального прокурора Украины. Целью российской атаки был жилой квартал, в центре которого находился отель. Вследствие обстрела пострадали журналисты иностранных СМИ. В Министерстве иностранных дел Украины призвали мир осудить действия РФ. Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий. По его словам, прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России. Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны. Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Всего вследствие удара РФ пострадали шесть человек. Журналисты, граждане Украины, США и Великобритании. Сообщил об этом председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В отеле, в который попала российская ракета, находились представители международных СМИ. В частности, съемочная группа из шести человек информационной агентства Reuters. Троих удалось спасти, еще двоих госпитализировали. Один человек пропал без вести. Его ищут под завалами. Также из-за обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая проезжала рядом с местом попадания ракеты «Искандер-М». Она опубликовала фото своего разбитого автомобиля и написала «Моя первая личная кровь, пролитая за Украину». Моя первая личная кровь, пролитая за Украину, как раз на день независимости. После десяти лет войны «Искандер» рядом со мной. Ты просто ездишь по городу, просто живешь, просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить. Моника Андрушевская, польская журналистка, Фейсбук. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». С нами на связи. Сергей, здравствуйте, слышите ли меня? Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным темам. Здравствуйте. Героям слава. Обстрел мирных граждан для россиян. Это, по сути, норма, как мы видим за эти два с половиной года. Почему именно ударили по этому отелю? Ну, во-первых, Краматорск находится в прифронтовой зоне. И прекрасно мы все понимаем, что сегодня очень сложно найти жилье именно в Краматорске. И те гостиницы, одна из последних, которая функционировала полноценно фактически, несмотря на постоянные обстрелы, она принимала в том числе иностранных гостей. И мы прекрасно понимаем, что россияне и знали, и понимали, кто находится в этом отеле. Поэтому, конечно же, в любом случае мы сегодня говорим о том, что это очередной теракт со стороны Российской Федерации. И система запугивания со стороны России в отношении не только украинцев, но и иностранных граждан. Ведь эта система существует и существовала всегда. Поэтому прицельный удар однозначно. То, что россияне знали, кто там находится, тоже известно. Ну и, собственно, даже не открывая, наверное, сегодня, там пока еще работающий Телеграм в России или другие социальные сети, можно прекрасно понимать, что комментируют, как комментируют те, кто осуществил этот террористический акт, и те, кто его поддерживает. Очередной центр принятия решений, очередная иностранная база, потому что в этом отеле, кроме журналистов, и до полномасштабного утверждения останавливались, насколько мне известно, и представители международных организаций, в частности ОБСЕ. То есть все прекрасно понимали и знали, что, кто и где. Символично для россиян, вернее, скреп на то, что это День независимости. То есть запугать людей, ну и, наверное, сейчас, опять-таки говорю, не открывая социальные сети или приложения российские, можно понять, что кричат, наверное, на каждом углу о том, что это месть иностранным журналистам за то, что они показывают и рассказывают правду о том, что сегодня происходит, например, в Курской области. И мы знаем, как Россия отреагировала на то, что весь мир, благодаря усилиям наших иностранных коллег, может увидеть, как украинские военные относятся к мирным гражданам, что действительно происходит в Курском регионе, как бежали российские войска, как бросали своих граждан. Понятно, что Кремлю это не нравится. Вот и такой ответ в том числе. Я не говорю сейчас о том, что это акт возмездия. Это российский нарратив, что акт возмездия за то или иное событие, которое происходит, допустим, с нашей стороны по отношению к оккупантам. Но в любом случае это террористический акт, акт, направленный на устрашение. По поводу Курской области, вооруженные силы Украины начали операцию на территории Курской области, чтобы в частности сорвать новые захватнические планы российской армии. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ. Давайте услышим и обсудим. Российская Федерация вторглась на нашу территорию где-то лет 10 назад, оккупировала и убивала людей. РФ подготовила вторжение в Харьковскую область и хотела оккупировать город. Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующим шагом они планировали, и уже все подготовили для этого, наступление и оккупация на севере нашего государства как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы сделали это на опережение, чтобы они не захватили нас, наш город. Давайте немножко подробнее по поводу Курской области. Что с защитой у россиян на этом направлении? Как не было, так и не появилось. То есть на своих, по сути, граждан Кремлю, как всегда, наплевать. Ну, это очевидно, и мы видим даже по тем фото-видеоматериалам, которые у нас есть, например, снаряды или авиационные бомбы, они подписывают за Курск, при этом сбрасывают эти боеприпасы на территорию Курской области. Но выше цинизма в этом мире, наверное, сложно придумать. Россиянам это всегда удается. Казалось бы, дно пробито, но оно пробивается каждый раз. Сегодня на территории Курской области об этом кричат российские так называемые медиа. Они уничтожили две авиабомбы. Это ФАБы 500-е и 3000-е. Откуда, вопрос, появились эти ФАБы, если на вооружении украинских сил обороны такого вооружения нет? Цинизм очередное дно. Поэтому вот и месть журналистам иностранным, потому что вы посмотрите, какой интерес к тем событиям, которые происходят в Украине. Ведь Россия пыталась, в том числе и такими террористическими актами, заставить журналистов иностранных, если не молчать, то, по крайней мере, не приезжать в Украину, не приезжать сегодня в Курскую область. Они все равно едут. Надо дать должное смелости наших коллег из разных стран мира. Они едут, чтобы убедиться в том, что там происходит. И сегодня Россия, конечно, немножечко отошла от тех первых ударов, которые она ощутила от силы обороны в первые дни начала Курской операции. Пытаются строить оборону эшелонированную. Сегодня они стягивают туда определенные войска. И речь идет, конечно же, не прежде всего там Ахмат-Чай или другие так называемые Росгвардии, военно-космическая пехота, как шутят украинцы. Ведь, видите, мы не смеемся над войной, потому что это страшно. В любом случае, это кровь и боль. Но мы шутим во время войны. Ну и, собственно, срочники, ну и, собственно, те части и подразделения, которые постепенно перебрасывают, например, Запорожского, Херсонского направления. Речь идет о подразделениях ВДВ, например. И они перекинуты сегодня на Курское направление. Россия формирует там группировку. Мы прекрасно понимаем, что Россия не хочет допустить туда иностранных журналистов. Мы сегодня больше говорим о наших коллегах, о их значении в освещении этих событий, чтобы они видели, как россияне бомбят свою же территорию, убивают своих граждан, которых они бросили. Сегодня они убивают этих граждан за то, что они, наконец-то, снова вспомнили, что они этнические украинцы. Нас убивают только за то, что мы не просто дышим воздухом, а за то, что мы родились украинцами. Поэтому ситуация в Курском регионе, она остается довольно-таки сложной. Это нелегкая прогулка сил обороны. И превентивный удар, о котором говорит президент, он действительно сыграл свою роль. Что будет дальше? Хотелось бы, конечно, планировать, но есть кому планировать в генеральном штабе угловкома, в высшем военно-политическом руководстве нашей страны. Но то, что такие операции приближают нашу победу, в этом нет никаких сомнений. И никто не забыл о других локациях, если мы говорим, например, о Покровском направлении. Тоже очень часто работает российское ИПСО. Ведь можно задать вопрос. А те, кто сегодня говорит о том, что не надо было начинать курс, как часто вы вспоминали, тоже Покровское направление до начала курсской операции. Наверное, это тема другого разговора. Но тем не менее мы говорим об информационной составляющей. Сегодня весь мир смотрит на то, что происходит, глазами правды, глазами и читает, и пишет, глазами тех людей, которые объективны и которые показывают то, что происходит. Сегодня, я возьму на себя смелость, наверное, даже так сказать, сегодня мир смотрит на то, что происходит, правдивыми глазами Украины. Сергей, а вот то, что россияне очень часто наносят повторные удары в одно и то же место, то есть задача у Кремля убить мирных граждан, журналистов, медиков, а затем уничтожить, по сути, спасателей. Как вот эта тактика меняется, не меняется за эти два с половиной года? Она становится более совершенной. То есть, казалось бы, нам, адекватным, нормальным людям, всегда кажется, что... Ну, что можно еще придумать, да, когда идет бомбардировка, когда используются авиационные вооружения, тяжелые бомбы, когда используются КАБы, что, ну, само по себе, поверьте мне, очень страшно, и человек теряется в этой ситуации, потому что, понимает, может погибнуть в любой момент. Мы отдаем всегда должное нашим медикам, спасателям, которые, как говорят, рвутся в бой для того, чтобы спасти людей. И вот, собственно, вот эта тактика двойного удара, казалось бы, ну, в чем может быть усовершенствование? Так, сначала один удар, подпускают людей, спасателей, медиков, как это было, например, во время известных событий в той же Одессе, когда тогда пострадали и полицейские были погибшие, и наши медики погибли, потому что был второй удар. Сегодня я не удивлюсь, если Россия специально будет носить там, и, возможно, третий удар, тем более, баллистика, это такая штука, которая очень сложная, ее перехватить, очень сложно отбить такую атаку. Россияне это прекрасно понимают. Я, единственное, до сих пор не могу понять, с каким настроением и с какими эмоциями эти люди, которые нажимают условные кнопки, приходят потом домой и обнимают своих жен и детей, и что они им рассказывают. Они убийцы. Я надеюсь, единственное, что вот всегда после таких террористических актов, что все вот эти эпизоды этой войны, они будут не просто расследованы. Тут было бы проще, знаете, по законам военного времени. Ну, дальше я остановлюсь, Женевская конвенция. Так вот, все вот эти эпизоды, они будут расследованы, и будет суровое наказание всем тем, кто прежде всего организовал эту войну, кто ее допустил и кто привел чужую армию на нашу украинскую землю. По сути, по отчетам Генштаба, самые сложные бои в Донецкой области, почему так активно россияне борются именно в этом регионе? По сути, борются за руины, в которые они же превратили этот регион? А, собственно, вы уже в своем вопросе, одном из вопросов ответили на него, потому что вы сказали, они бросают своих. Им на своих действительно наплевать. Им сегодня руины Покровска. Важнее или Часовьяра или Бахмута, они важнее того, что происходит в Курской области. А все потому, что российской власти удалось сделать с людьми самое главное. Сейчас не буду говорить о рабах, о пропаганде. Я буду говорить о том, что российское общество стало просто инфантильным, которому, ну, это мягкие слова сейчас, мы уже все-таки в эфире, наплевать на родную землю. Они не понимают, что такое родина. А вот что-то захватить, чужое, украсть, этому россиян научили. Я думаю, что даже развили эти чувства у них за время правления бункерного идиота и больного человека, или не человека, вот этой больной особи. Поэтому убили все человеческое в людях. Поэтому нам даже с вами сложно людям нормальным, адекватным объяснить, почему так. Потому что это террористы. А террористов надо уничтожать. Я надеюсь, что у нас это все-таки получится и получается. А как дальнобойные удары могли бы уберечь регион? Ну, тут однозначно, что один из рецептов. Я не скажу, что это чудо-оружие там, да, или чудо-тактика, но она эффективна и она помогла бы существенно развивать наши контрнаступательные действия. Нам удалось не провалить фронт силам обороны. Удалось выполнять и удается задачи оборонительной, стратегической операции. Конечно, сегодня очень важно не допустить врага на те рубежи, на которые он рвется. Выстоять и в этой борьбе тяжелой. И при этом что может нам помочь прежде всего? Да, это наши дроны. Да, это наша поляныца, которая в буквальном и переносном смысле слова теперь ломает челюсти российским оккупантам. Да, это наше оружие ракета 360 «Нептун», которая бьет на более дальние расстояния. И да, это, конечно, были бы те разрешения, которые мы очень ждем от наших партнеров. Что их оружие, их ракеты принесут демократию. И не надо удивляться мир, когда будут лететь по российским, я подчеркиваю, военным объектам. Они летят по военным объектам, но надо, чтобы дальше, больше и чаще. Тогда мы увидим и результаты. Тогда мир приблизится к миру намного быстрее. Ну и минимум 250 российских военных объектов располагаются в пределах досягаемости ракет-атакам, с которой США передали Киеву. Однако из-за ограничений в использовании американского оружия Украина может поразить только 20 из них, говорится в отчете Американского института изучения войны. Соединенные Штаты пока разрешают только удары с использованием зенитно-ракетных комплексов «Хаймерс», представленных Украине. В то же время американские аналитики отмечают, что Украине не обязательно атаковать каждый военный объект в России, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на ее армию. В частности, подтолкнуть российское военное командование к значительной реконфигурации сил и средств в глубоком тылу для защиты от украинских ударов. Здесь два момента. Все же можем ли мы сейчас прогнозировать, как скоро дадут разрешение Соединенные Штаты или все же обходиться без этого разрешения? Ну, собственно, если мы говорим о 250 военных объектах, где мы достаем или могли бы достать, то надо понимать, что необязательно уничтожить все 250 этих военных объектов, как бы ни хотелось. То есть существует определенная логистика. Существует логистическая цепочка взаимодействия, взаимодействия, коммуникации этой логистики между вот этими военными объектами. Мы говорим, в первую очередь, о системе противовоздушной обороны. Мы говорим, прежде всего, о военных аэродромах. Так вот, если Украина это умеет, и Курская дуга, пусть россиянам сейчас будет больно, Курская дуга по-украински, она сегодня это доказала, что находится то слабое звено, которое Украина методично выбивает. Так вот, и здесь можно взять несколько объектов, которые не просто связаны между собой, а которые оказывают решающее влияние на построение всей дальнейшей и логистики, и системы военного управления в том числе. Их надо выбить, и тогда самолеты из других аэродромов, они вынуждены будут перебрасывать где-то дальше, в глубину Российской Федерации. Я хочу напомнить, что сегодня украинские дроны уже долетают, пусть пока только по чуть-чуть, но тем не менее уже появились и в Мурманской области в том числе. Это далеко. Это напоминание россиянам, что будет еще больнее. Так вот, что касается прогнозов, когда будет разрешение, мы с вами не находимся в тех кабинетах, где могли бы услышать эту информацию. В любом случае, в таких темах, в таких вопросах, я предпочитаю, чтобы об этом рассказал враг, чтобы об этом сказали россияне. С болью, с гневом, но принятием ситуации, что их объекты в глубине Российской Федерации стали уничтожаться. Значит, разрешение есть. Значит, Украина, которая поломала все красные линии, так называемые, она убедила Запад, что не надо бояться. А бояться действительно не надо. Надо воевать для того, чтобы победить. Вы упоминали о Полианете. Давайте к ней вернемся. Украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием, ракетой-дроном Полианете. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости Украины. По словам главы государства, это оружие совершенно нового класса, новый метод возмездия агрессору. И что россиянам будет очень сложно даже произнести, что именно по ним и ударило, добавил президент. В ракетную программу Украины входит кластер под названием Полианетца. В кластер входит три изделия. Испытание первого элемента прошло положительно, с чем я и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон намного быстрее наших дальнобойных дронов и более мощная. Это, в принципе, все детали, которые я готов озвучить. Главное, что над ней работают 24 на 7. Обещали дальнобойные дроны, сделали. Полторы тысячи километров. Сегодня у нас уже есть такие изделия, и это сильно. Теперь появляются дроны-ракеты. Будут и другие ракеты. И очень мощные, и очень дальнобойные. Произнести россиянам название ракеты-дрона сложно, а вот противостоять насколько сложно? Ну, я думаю, что для россиян это был очередной сюрприз со стороны Украины. И Украина, наверное, даже тут, честно говоря, давайте об этом говорить, удивляет и сама себя. Потому что такие разработки за полтора года, насколько мне известно, это прорыв действительно без преувеличения. И ведь мы прекрасно понимаем все то, что выходит в публичную плоскость, но, значит, о нем можно сказать. Значит, на сегодня это изделие уже действительно, оно и било по врагу, и достигает результата, о чем и президент говорит. И есть эта информация, что произошло это на временно оккупированной территории. Без указания локации это абсолютно верно. Все ли, что есть в запасе Украины, мы сегодня продемонстрировали, поляныться? Конечно, нет. Не удивлюсь, если появится херсонский кавун, не удивлюсь, если появятся еще другие ракеты, дроны, или просто ракеты, которые станут мощнее, будут дальше лететь, креатива украинских конструкторов достаточно. И вы знаете, наверное, сегодня довольно-таки символично. Мы говорили о Краматорске, о том, что туда прилетела, судя по всему, ракета «Искандер-М». И сегодня россияне сообщили о том, что главный конструктор этого конструкторского бюро, отец этой ракеты «Искандера-М», Олег Мамалыга, ушел в другой мир. Надеюсь, там, где ему будет не очень сладко, символично, да, снова-таки для россиян. Вы любите скрепы, любите календари, пожалуйста, получайте. Так вот, что касается нашей оборонки, действительно, это прорыв. И снова-таки, мы же показываем то, что уже можно показать. А что находится в разработке? Только одна цифра. Она много может сказать. Командующий наших беспилотных систем, вооруженной силой Украины, полковник Сухаревский, это цитата из открытых источников, он заявлял о том, что сегодня у нас разработано более 165 видов различных дронов. Входит ли поляныца в эту цифру? Я не знаю. Скорее всего, да. Но 165 видов. То есть, это те дроны, которые могут работать, не знаю, там, по эвакуации раненых, наносить удары по врагу. Ну, 165. Это просто хороший результат, отличный результат. Это то, что меняет философию войны. Это то, что позволяет нам все-таки с оптимизмом, пусть сдержанным, несмотря на все трудности, враг действительно давит, враг пытается выполнить свои задачи. У него больше людей, у него, наверное, еще много техники, у него много авиации, намного больше, чем у нас. Очень много ракет. Но, тем не менее, я думаю, что как раз вот эти задачи, которые наша оборонка выполняет, они помогут нам изменить философию боя, когда наши люди будут более защищены, наши люди смогут воевать, в том числе и роботами. Но, наверное, опять-таки, это тема другого разговора. Тем не менее, оборонка не стоит на месте. Это прорыв. И тогда давайте говорить откровенно, если у нас будут такие ракеты, как Атакамс, нам и разрешения ни от кого не надо. Мы можем сами выполнять те задачи, которые на себе ставим. Сергей, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Ну, а в этом выпуске я ставлю точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин